Сломанные деревья, поврежденные машины и даже улетевшие крыши. Хантамантийцы подсчитывают ущерб от ураганного ветра, который налетел вчера на окружной центр. Скорость ветра здесь достигала 20 метров в секунду или 72 километра в час. В городе наблюдались перебои с электричеством и связью. Теперь коммунальщикам придется расчищать город от поваленных и сломанных деревьев. В одном из районов испытания ветром не выдержала крыша строящегося дома. Где-то тормоза не удержали прицеп. В результате он под действием ветра съехал с места и повредил рядом стоящую машину. Все, вата нарухает. Это там, а это вон здесь. Крыло, две двери, зеркало. Жесть! В министерстве здравоохранения подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший врач 2021 года». На третий этап всероссийского конкурса поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации. Из 29 номинаций югорские врачи отмечены в пяти номинациях. Так, лучший участковый терапевт работает в Нефтьюганской окружной больнице. Лучший акушер-гинеколог в перинатальном центре Сургута. Конкурсная комиссия также отметила реабилитолога сургутского врачебно-физкультурного диспансера, офтальмолога Нягонской детской поликлиники и анестезиолога сургутской ОКБ. Всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. У него есть несколько этапов. Это этап, когда на уровне учреждения определяются победители. Есть второй этап, когда победители выбирают в регионе. И это было сделано. Мы более 20 человек в разных номинациях, больше 20 врачей стали победителями и тоже поощрены как победители регионального этапа Всероссийского конкурса. А вот те, кто победил в третьем финальном федеральном этапе, их поощряет уже не только регион, но и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Мы рады, мы гордимся, что лучшие врачи страны работают в Югре. Жители окружного центра смогут сделать прививку от коронавируса во время похода за покупками. В трех торговых центрах Ханты-Мансийска откроют пункты вакцинации. Помимо этого в городе работают два стационарных пункта в поликлиниках и мобильный перевивочный пункт в МФЦ. Продолжается вакцинация на дому для маломобильных групп населения. Медики выезжают в коллективы предприятий и организаций. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 14 660 человек. Завершили вакцинацию 10 282 жителя города. В связи с ростом числа заболевших в городе за последнюю неделю в два раза увеличили количество контрольных мероприятий на объектах общепита, торговли, транспорта, потребительского рынка. Мониторить соблюдение ограничений помогают волонтеры, представители общественных организаций. 90% общественных наблюдателей уже прошли специальное обучение. Такие данные привела на пресс-конференции РИЦ Югра заместитель председателя общественной палаты Югры Ольга Сидорова. Всего же в регионе на выборах в сентябре этого года будет работать больше 1700 добровольцев. Специальные тренеры за полтора месяца объехали все муниципалитеты, где проводили тренинги, моделирующие различные ситуации на избирательном участке. Была задача научить людей спокойно и в соответствии с законом реагировать на происходящее. Именно психологическая готовность к стрессовым ситуациям оказалась камнем преткновения для многих участников обучения. В августе планируют организовать повторные тренинги. Другой важной темой для будущих наблюдателей стало обучение правильной работе с соцсетями. Бывает такое, что провокации произошли, их фиксируют и отправляют в социальные сети. То есть по факту нарушений нет, а это характер провокационный. И потом очень сложно доказывать обратное, что вот это специально кто-то сыграл на аудиторию, на публику, на фотографию, да, а не профессионал зафотографировал и тут же отправил. Наталья Комарова рассказала в соцсетях о трех поколениях сильных югорчан. Глава региона отметила сургутянина Максима Гомецкого, который установил рекорд страны. Отбуксировал самолет на 15 метров в аэропорту Сургута. Также губернатор упомянула 10-летнего Эльмана Хаджимурадова из поселка Федоровский Сургутского района. Он установил рекорд, отжавшись 5713 раз в один подход за 3,5 часа. Ну а замыкает тройку югорских богатырей Василий Андреевич Глинин, тяжелоатлет, тренер, почетный житель Нягоне в 65 лет. Он двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу и трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике среди ветеранов. Максим Хромцов из Нижневартовска стал победителем мультиевропейских игр под Хэквонду. Как сообщает Югра Ньюс, соревнования прошли в Софии в категории до 80 килограммов. Соперничали 17 спортсменов из 11 стран. Наш спортсмен выиграл четыре боя. В финале он уверенно взял верх над вице-чемпионом мира 2017 года Антоном Катковым из Петрозаводска. Это не только этап подготовки к Олимпиаде, но и отборочный старт к октябрьскому чемпионату мира в Китае. Уже известно, что выступление Хромцова на играх в Токио состоится 26 июля. В Сургуте в один из жарких дней зафиксировали морозную аномалию. Инфотабло на высотном здании показывало температуру в минус 43 градуса. В действительности температура воздуха в самом крупном муниципалитете округа в тот день составляла плюс 25. Температурный флешмоб поддержал городской транспорт. Табло в одном из автобусов показало минус 49 градусов за бортом. Аномалию засняли пассажиры видео тут же разлетелось по городским пабликам. Наталья Комарова посетила выставочную площадку международного IT-форума, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Главе региона презентовали разные цифровые решения и программные проекты. Например, окружной департамент образования рассказал о трех новых IT-продуктах для школ и детских садов. Это умные системы, которые будут следить за успеваемость учеников и их безопасностью. А русский музей представил свое приложение для очков дополненной реальности. Последний день Помпеи. Программа распознает картинку и выделяет определенные метки, точки интереса. Показывает интересные факты о полотне и запускает аудиогид. Стараемся использовать возможности технологии, чтобы именно визуальную грамотность людей воспитывать. И те моменты, которые видит натренированный взгляд, уже художника, искусствоведа, мы их тренируем. Конечно. Оно становится грамотным. Также Наталья Комрова приняла участие в международной конференции на тему информации и коммуникации в цифровую эпоху. Явные и неявные воздействия. 150 экспертов из 58 стран мира собрались, чтобы обсудить глобальные трансформации, вызванные развитием искусственного интеллекта, виртуальной реальности и облачных вычислений, а также то, как технологии меняют государство и общество в целом. В ходе встречи глава региона подчеркнула, что ЮГРА поддерживает инициативу ЮНЕСКО по созданию условий для развития креативных индустрий. В этом году Сургут участвует в конкурсе по включению его в список творческих городов. Кроме того, губернатор подробно остановилась на инновационных практиках по сохранению языков коренных народов. В международный год языков коренных народов мы приняли решение расширить маску электронного ресурса депозитария по подпору обских уграх. Включить в него произведения на языках 24 народов и на русской языковой группы. Здесь аудиозаписи, песни, сказки, мифы. На основе электронного депозитария создана площадка для международного взаимодействия «Этнокультурный банк», так называемый. Но там все бесплатно.